Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Утро доброе». Сегодня в студии Евгения Пермякова и Денис Федулов. Евгения, доброе утро! Доброе утро! Скажи, а любишь ли ты такую нынче популярную историю, как закаливание? Нет. Или контрастный душ, как сейчас модно говорить. Раньше было закаливание, моржевание даже. Да, ходить босиком по снегу, да? Ходить босиком по снегу, да, особенно после бани, например, когда очень... В общем, закаливание – это не только моржевание или контрастный душ. На самом деле к нему, к такому, наверное, хобби относятся еще и воздействия на тело как пониженными, так и повышенными температурами, а также атмосферным давлением, солнечным излучением, водой и даже занятием спорта на свежем воздухе. То есть иногда зимой выйти вот так вот – это тоже закаливание, оказывается. Или ходить в баню. А ходить зимой на работу и с работы считается закаливанием? Ну, я думаю, в ту погоду, которая сейчас – это самое что ни на есть настоящее закаливание. На самом деле к закаливанию имеет косвенно, конечно, отношение так называемый Ice Bucket Challenge, тебе, наверное, известно. Это такой флешмоб с обливанием ледяной водой во имя сбора средств для фонда БАСС. Это такой боковой амиотропический склероз, который был у Стивена Хокинга. В общем, такое интересное занятие для того, чтобы помочь людям, которые чем-то болеют. Мне кажется, это очень интересно. Хочешь поучаствовать? Я думаю, да. В какой-то момент нужно будет облиться холодной водой. А это происходит, ну, я так понимаю, не в летний период. Это было популярно, ну, не обязательно. Это зависит от того, когда тебе этот челлендж передали. А, ну, то есть, если это летом, когда жара, выйти и облиться водичкой. В этом нет ничего такого. Ну, по-моему, вообще самое то. Тогда я согласна. Опять же, там в этом есть не только элементы, так сказать, шоу. Там еще люди, которые участвуют в этом челлендже, они перечисляют определенное количество денежных средств в этот самый фонд. Ага. В общем, чтобы помочь таким людям. Ну, летом я согласна облиться. Зимой я бы только перечислила бы деньги. Не обливаясь никакой холодной водой. А дабы не замерзнуть. Я думаю, на нашей передаче не обязательно обливаться холодной водой. Можно просто смотреть нашу рубрику «Зарядка» и становиться сразу закаленным, свежим и бодрым. Доброе утро, друзья! Сегодня с вами я, Виктория Джен и Санубаева Дана. Мы сегодня с вами проведем активную разминку. Это разминка из тренировки Strong Nation, которая является высокоинтенсивной кардио- и силовой тренировкой. Готовы? Поехали! Уберите левую руку на пояс и приготовьте правую руку. Мы делаем с вами вращение. Поехали! И разворот. Вращение. И корпус повернули. Еще. Еще один раз. И поменяем руки. Меняй. Разворот. Вращение. Разворот. Еще два. Последний. Хорошо. Добавим. Наверх. И развернулись корпуса. Хорошо. Еще два раза. И поменяем сторону. Руки вниз. Наверх. Вниз. Наверх. Хорошо. Перед собой руки. Представили, что вы на тренировке по боксу. Дыши. И разгибаем локти. Разгибаем локти. Будьте готовы. Мы будем делать удар в диагональ. Поехали. Удар. Два. Три. Хорошо. Добавляй бедро. Хорошо. Аперкот. Аперкот. Снизу. Пресс не расслабляй. Боковой удар. Четыре. Три. Два. И только локоть. Четыре. Три. Два. Хорошо. Присед. И подъем. Спокойно садимся. И поднимаемся. Попробуем добавить стройную пружину. Один. Наверх. Три. Два. Один. Еще немного. Три. Два. Один. Наверх. Три. Два. Один. Хорошо. Удар. 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 Отлично. Аперкот. Снизу. Пресс не расслабляй. И не забывай добавлять ротацию бедра. Боковой удар. Супер. Хорошо. Только локоть. Только локоть. Хорошо. Приседаем. Спокойно. Только вниз. И наверх. Еще один раз точно так же. И мы добавим тройную пружину. Три. Два. Один. Выдох. Не забывай дышать. Еще. Три. Два. Один. Последний раз. Три. Два. Один. Отлично. Делаем выпад в сторону. В другую сторону. Пустились. И развернулись. Поставили руки на пол. Встали в планку. Вернули левую ногу. Встали лицом. На левую ногу опустились. Поменяли. Развернулись. Руки в пол. Планка. Подъем. Лицом. Ноги собрали. Правой ногой. Выпад. Колено. Выпад. На место. Правой ногой. Еще. Вниз. Скрутились немного. Поменяли. Вниз. Скрутились. Не забывай дышать. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще. Вниз. Скрутились. И еще немного осталось. Вниз. Колено. Вниз. Подъем. Вниз. Колено. Вниз. Есть. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Вы, да. Вы молодцы. Все очень классно получилось. Желаю вам хорошего дня, крепкого здоровья и хорошего настроения. Денис, сегодня 17 октября. А это значит, что опять много праздников. В общем, у нас каждый день очень много праздников. У тебя целая подборка. Да, да, да. Я очень люблю. Знаешь, всегда же нужен повод. Всегда нужен повод, чтобы расслабиться и получить приятные эмоции. Вот, например, сегодня день нежности. А еще день черники. Слушай, а может быть, сегодня еще где-то будет день нежной черники? Может быть. А еще день лешего. День лешего. У тебя с черникой и с нежностью. Ну, я думаю, леший же живет в лесу. Ест чернику, бывает очень нежный. И нежен со всеми приходящими в лес. А еще сегодня день разрешения конфликтов. Поэтому, если кто-то в ссоре, у вас сегодня уникальная возможность разрешить эту ситуацию. Ну, и еще вот такой замечательный праздник, как день наденьте что-нибудь безвкусное. Это опять же к нашим телезрителям. Вдруг кто-то сегодня очень сильно хотел одеть что-то безвкусное. Сегодня ваш день. Как раз можно отпраздновать день лешего. Да, да, да. Но, кстати, вместе с этими праздниками сегодня еще и день посиделок при свечах. У тебя когда-нибудь был такой период или эпизод в твоей жизни, когда, например, отключали электричество, и вы с родителями доставали свечки, которые остались? Я думала, ты про другое спросишь. Ну, это тоже пойдет. Ну, скажем так, не период, а вот эпизоды, да, были разные. И с родителями, и без родителей. И даже когда свет не отключали. Ну, в общем, я думаю, что свечи – это неотъемлемый вообще, в принципе, атрибут нашей жизни. Это очень замечательно. Мне нравятся еще свечи, которые имеют какой-то аромат. Например, сейчас осенью очень много свечек продается с ароматом какого-нибудь тыквенного пирога. А, я думала, хвой. Корицы, хвой тоже, можжевельника, вот всякого такого, что как-то вот сразу настраивает тебя на праздничную атмосферу. Но только, дорогие зрители, не забывайте о пожарной безопасности, это тоже очень важно. В последнее время все чаще, к сожалению, потому что дома просто нет света, его совершенно неожиданно отключают. Вот я сейчас бросила все и побежала на работу, потому что света дома нет, и, скорее всего, его не будет до вечера. Вот, поэтому волей-неволей, да, ужин при свечах у нас бывает. И вход идут все подаренные свечки, ароматические, там, массажные, там, потому что обычных свечей, человеческих свечей для освещения дома-то обычно как-то нет. Мы привыкли к цивилизации. Ну, любимая женщина. И как? Ну, вообще отличная, романтичная. Нет? Нет, еще нет? Нет, вообще. Нет. Ну, когда отсутствовал свет, частенько было, 90-е годы. Прикольно, интересно, достаточно романтично. Ну, в этом есть маленький крохотный плюс, когда нет интернета, вся семья собирается, приходится искать какие-то там общие темы, там, для разговора, воспоминания, там, и так далее. То есть ни на что больше не отвлекаешься, только, собственно, в реальности, здесь и сейчас живешь. Да, это очень приятно, красиво, романтично, пусть все занимаются. Евгения, ты знаешь, я очень люблю смотреть на ночное небо, и когда ты видишь огромную россыпь звезд, у тебя какие-то звезды, которые рядышком находятся, они как-то невольно складываются в какие-то созвездия. Вот у тебя, наверное, есть какие-то свои любимые созвездия. Ну, сказать, что любимые такого, которые не задумывалось, да, что такое твое любимое созвездие. Моё любимое созвездие, то, которое принадлежит мне. Это созвездие из бриллианта. Да, да, да. Ну, например, вот Большая Медведица, Большая Ямалая Медведица, да, конечно. А Кассиопея? Созвездие Дракона есть. Созвездие Большого Пса, кстати, и Малого тоже есть, почти как с Медведицей. Да, или Созвездие Пегаса. А еще есть такое созвездие, необычное такое название, Волосы Вероники. Волосы Вероники, да, тоже очень красиво. Так, ну я тебе только могу ответить о созвездии Андромеда. Андромеда. Не помню больше. Про собачек еще есть. Ну, про собачек, мы же сказали, большой пес, малый пес. А, есть еще созвездие Гончие Псы. А, Гончие Псы, а может быть это оно и есть, я перепутала? Возможно. Большие, малые, Гончие Псы. В общем, я думаю, это можно... Может какие-то новые созвездия мы с тобой добавили. Я думаю, это можно бесконечно перечислять, но знаешь, нашим зрителям это точно. Не нужно помнить все созвездия, ведь для них есть специальная рубрика, которая посвящена звездам. И эта рубрика – гороскоп. Сегодня полнолуние подчеркивает уязвимые стороны овнов и заставляет их эмоционально реагировать на любые шероховатости во взаимодействии с людьми. Особенно высока их чувствительность к семейным скандалам и ситуациям, затрагивающим жилье, личную территорию. Тельцам звезды подсказывают, что сегодня им невыгодно делать шаги самим, в частности, спешить с переговорами и финансовыми действиями. Что бы ни происходило, лучше взять паузу и посмотреть, как будут развиваться события. Звезды советуют близнецам не упускать возможности для действий, но при этом не принимать окончательных решений, стараться в любом направлении, оставлять себе выбор и поле для маневра. Стоит учитывать напряженность, которая присуща многим сюжетам этого дня, а также долю неопределенности. Ракам звезды напоминают, что этот день может оказаться для них очень энергозатратным. Возможно, придется разрываться в двух направлениях. Все это даст положительный эффект через время. Стоит учесть, что подобные ситуации способны отразиться на доме карьеры или репутации. Этот день помогает львам сохранить оптимизм на духовном уровне и поддерживать бодрость на уровне физической. Там, где задача пока не решается однозначно, но позволяет держать в запасе несколько вариантов выбора на будущее. Импульсивную энергию этих суток лучше направить именно на поддержание баланса в деловых и личных ситуациях. Сегодня звезды советуют девам оставаться на чеку. Возможные роковые повороты событий на ровном месте или внезапное обострение уже знакомых противоречий может достичь своей кульминации вчерашнее приключение. Весам желательно оставаться в хорошей форме, так как им придется участвовать в сложном совместном проекте или ловко отражать выпады в свой адрес. День может стать проверкой на умение сотрудничать, сохранять динамический баланс интересов, либо грамотно конкурировать. В целом у скорпионов день самый обычный, но стоит обратить внимание на некоторые моменты. Беспорядочная жизнь у мужчин может сыграть с ними злую шутку. Не позволяйте страстям взять над вами верх, не допускайте зависимости. Звезды сегодня дают шанс на удачу стрельцам. Если есть несколько партнерских проектов, важно поддерживать между ними баланс. Не стоит торопиться в этот день с выражением своих чувств, а также с финансовыми операциями, выбором покупок и принятием юридических решений. Козерогам звезды напоминают, что события этого дня способны навязать им неприятный выбор или поставить их в неловкое положение. Поиск выхода из ловушки отнимет немало физической или душевной энергии. При этом не исключено, что идеального решения не будет и придется пойти на компромисс. Сегодня водолеям стоит учитывать риск побочных эффектов и досадных помех в любом деле, но также тот факт, что вероятность успеха и получаемой от событий пользы достаточно велика. Сегодня день, когда лучше рискнуть и попробовать. Звезды советуют рыбам не пренебрегать подстраховкой на случай противоречивых или нестандартных двойственных моментов. Столкнувшись с одним из них, есть риск понести ущерб или пережить конфликт, поэтому не будет лишним опыт ловкого маневрирования в деловых и личных ситуациях. Евгения, а ты знаешь, что такое магическое мышление? Ну, ты знаешь так, в общих чертах. Я себе туда записала, что это вера, что мысли, действия или символы влияют на реальную жизнь. Вообще, разбирая эту тему, я пришла к такому выводу, что часть магического мышления, мне кажется, присуща каждому второму. Потому что мы все равно верим в какие-то символы, в какие-то магию цифр и думаем, что если сейчас будет такой вот знак, значит, все у меня как бы сложится. Ну, кто не надевал рубашку, например, счастливую на экзамен? Да, да, да. Или обходил дорогу, когда ее перешла черная кошка? Или кто-то там, например, подгоняет свои дела под астрологический прогноз? Ну, кто во что верит, да? То есть, как бы, кто на что... У каждого свои приметы. Но это же не значит, что все обладают магическим мышлением. Не обязательно. Есть люди, которые специально с ним борются. Ведь магическое мышление, как показывают психологи и психотерапевты, не очень полезно для здоровья, на самом деле. Да, потому что магическое мышление сильно отдаляет нас от реальности. У меня, кстати, есть такое антимагическое мышление. Я знаю определенные приметы, например, что нельзя ходить под столбом. То есть, когда от столба идет такой маленький тоже столбик. И специально там проходишь. Я специально прохожу. Вот чтобы навредить против этой приметы. Чтобы показать, что я вот не верю в это. Ну и как примета там тебе отвечает? Не работает. Если ты в примету не веришь, то она не работает. Ну да. Это же, ну вообще все формируется в голове. У нас в голове. Да, конечно. Я думаю, для этого идеально подойдет наша рубрика «Психология», которая расскажет про магическое мышление и также скажет, как не попасться на удочку мошенников. Сегодня я хотела бы поговорить об очень важной теме. Я думаю, многие из нас сталкивались с мошенниками. И не всегда понятно, как можно себя от этого защитить. И не всегда понятно, почему именно я попал в эту беду. Важно понимать, что мошенники выбирают действительно не всех своих жертв. Они выбирают их по определенному признаку. И в этом нам поможет разобраться наше магическое мышление. Магическое мышление – это такой тип мышления, когда человек предполагает, что его мысли или его мечты или его фантазии могут воплотиться в реальность, не прикладывая для этого никаких усилий, только фантазируя об этом. И часто магическое мышление связано сверхъестественно. Немножко расскажу про магическое мышление. Вообще магическому мышлению подвержены мы были все. Оно у нас было с детства. Ну, я думаю, все помнят, как мы смотрели на падающую звезду, загадывали желание, действительно верили, что оно сбудется. И в целом для формирования мозга ребенка это нормально, потому что магическое мышление защищало нас от взрослой реальности и большого количества стрессов. Но в процессе взросления все-таки магическое мышление у взрослого человека должно заменяться критическим мышлением, ровно потому что жизнь взрослого полна стрессов, опасностей и большого количества ответственности, где магическое мышление может нанести вред. Итак, расскажу о том, как мошенники воздействуют на наше магическое мышление. Первый, самый яркий пример, я думаю, много кто с ним сталкивался, когда нам звонит человек под предлогом, что это наш родственник с криками и слезами и срочно просит у нас деньги Как это работает? Мошенники действуют на нашу тревожность, момент опасности, все-таки наш мозг так устроен, что запускается магическое мышление Нам нужно быстро принять решение и не всегда есть время на то, чтобы взвесить все за и против У нас увеличивается тревога и поэтому мошенники в этот момент воздействуют на нашу психику через банальное давление Также можно рассмотреть вариант с мошенниками, которые предлагают нам волшебные таблетки от любых болезней Я думаю, тоже много кто с этим сталкивался Тут также работает эта идея о том, что, во-первых, некоторые заболевания действительно тяжело лечить У нас не всегда есть финансовая возможность поддержать себя в лечении Здесь выступают у нас мошенники, которые предлагают нам за небольшую цену волшебную таблетку, которая может избавить нас от онкологии и любого рода тяжелых и страшных заболеваний Да, здесь также у нас срабатывает наше магическое мышление, которое пытается нас защитить и предлагает нам действительно попробовать, почему нет Классный способ Сегодня мы рассмотрим еще один из видов воздействия на наше магическое мышление и мошенничество Это звонки от банка Как это работает? Для нас все-таки банк – это огромный авторитет, огромная ответственность и страх потерять деньги Поэтому в момент звонка от банка у человека отключается его критическое мышление и он старается обезопасить себя любыми способами А мошенники часто предлагают очень простые способы – просто сказать код Итак, как же нам защититься от мошенников? В первую очередь я предлагаю нам развивать наше критическое мышление Также я предлагаю все-таки, если вам звонят из банков или какие-то другие лица, связываться с нашими родственниками и перепроверять Третье – также я предлагаю нам изучить схемы, как работают мошенники Кто предупрежден, тот вооружен Четвертое – часто, когда мошенники звонят, они давят на нашу эмоциональную часть, вводя нас в тревогу И не давая нам времени на подумать, было бы классно, если бы мы все-таки немножко подышали Остановились и задумались, чтобы у нас было время и возможность принять правильное решение Также я предлагаю нам развивать наш эмоциональный интеллект Он помогает нам в моменты высокого стресса и опасности переключаться с нашей тревоги на рациональное мышление И самое главное, если вам трудно принять в данный момент решение, я предлагаю вам обсудить с другим человеком вашу ситуацию И принять более взвешенное решение, исходя уже из мнения другого человека Покупка автомобиля – это всегда взвешенные и ответственные решения Помимо стоимости, нужно учитывать и технические характеристики Всегда важно знать, на что именно стоит обращать внимание Возможно, предварительно стоит даже провести тест-драйв автомобиля Ну а как сделать правильный выбор и на что обратить внимание, подскажут наши эксперты в нашей рубрике «Правильный выбор» Доброе утро, Бахтияр! Благодарим, что пригласили! Доброе утро! Вы готовы ответить на 10 вопросов по сервису в автосалонах «Кристаллафта»? Да, готов! Кем вы работаете в «Кристаллафта»? В «Кристаллафта» я работаю менеджером по продажам новых автомобилей «Чанан» В каком автосалоне мы сейчас находимся? Мы с вами находимся в лидерском центре «Чанан» Караганда С чего начинается ваш рабочий день? В первую очередь, с подготовки автомобилей, собрания, отдела продаж Также презентация автомобилей клиентам Какие автомобили представлены в автосалоне? Представлены и кроссоверы, так и легковые автомобили Это «Юни-Кей», «Юни-Ви», «ЦС-55+,», «ЦС-35+,» Также новинка «Чанан Алсвен» Если бы вы приобретали автомобиль «Чанан», какой вы бы выбрали? Ну, это будет «Юни-Кей» Какой автомобиль лучше подойдет для путешествий? Кроссовер или седан? Определенный кроссовер И это «Юни-Кей», потому что он двухлитровый, турбированный, на полном приводе Какие дополнительные услуги вы оказываете? Мы ставим дополнительные оборудования Также есть услуги дитейлинга и обслуживания по сервису Можно ли обменять свой старый автомобиль на новый салона? Да, у нас есть действующая программа «Трейд-ин», по которой вы можете сдать свой старый автомобиль и обменять его на любой новый нашем автосалоне Проводите ли вы мероприятия и как на них попасть? Да, конечно, вы можете узнать об этом в наших соцсетях Возможно ли пройти тест-драйв на ваших автомобилях и какие условия? Вы можете записаться также на сайте, оставить заявку, либо приехать к нам в автосалон Как приобрести автомобиль в вашем автосалоне? Все, что нужно будет, это нужно будет вам просто приехать в автосалон Можно будет в кредит, либо за наличный расчет Мы вам в этом поможем Расскажи, а у тебя когда-нибудь были какие-то физические травмы? Ты имеешь в виду переломы? Ну, в том числе То есть ты же часто занималась спортом И возможно у тебя что-то такое было Да, у меня было Я три раза ломала руку Причем в одном и том же месте Это вот к мифу о том, что кости хорошо срастаются Ты все-таки думаешь, что это миф? Ну, конечно, миф, потому что рука ломалась в одном и том же месте Потому что это место было уже как бы тонким, уязвимым Несмотря на то, что говорят о том, что наоборот становятся кости крепче Три раза в одном и том же месте, запястье правой руки Еще и ломала ногу, вот это самое ужасное То, что ходить с гипсом Ну, ходить с гипсом Потому что когда тебя его накладывают, нет? Ничего интересного в этом нет Это ужасно Вообще об этом можно говорить долго и нудно Не для нашей передачи, зачем это Нашим телезрителям такие подробности Я, например, вообще просто желаю всем Никому ничего никогда не ломать На самом деле Это плохо Терапевты или врачи общей практики Одни из важнейших медицинских специалистов Терапевта, как врача, можно уверенно назвать универсальным специалистом Поскольку именно терапевты приходят к нам в дом по первому звонку в скорую помощь Принимают пациентов в кабинете неотложной помощи Определяют, к какому врачу необходимо обратиться для дальнейшего лечения по ряду симптомов Надо внимательно относиться к своему здоровью В группе риска относятся люди, которые курят, имеют ожирение Ведут малоподвижный образ жизни Имеют хронические заболевания, вирусные заболевания Также, которые хронически не высыпаются Люди, которые проживают в регионах с неблагополучной экологией Или работают на производстве с вредными химическими и другими факторами Терапевт не только врач, но и в не меньшей степени психолог Есть немало случаев, когда именно разговор с пациентом по душам помогает решить проблему Между участковым терапевтом и клиентом должны быть особый микроклимат и взаимное доверие Как действует вакцинация? При проведении вакцинации организм вырабатывает специальные антицела, которые в последующем защищают вас от респираторных инфекций и снижают риск всех возможных осложнений Приглашаем всех наших пациентов на вакцинацию до середины ноября В переводе с греческого языка терапевт буквально переводится как «слуга», но это нисколько не принижает Потому как при дворе всех знатных людей в Греции был свой врач, который являлся специалистом широкого уровня И мог помочь своему господину в самых разнообразных вопросах здоровья В настоящее время терапевты являются самыми главными и основными звеньями в оказании первой неотложной медицинской помощи Широкий спектр заболеваний, лечением которых занимается терапевт, подразумевает постоянное совершенствование его знаний Как в области методов лечения, диагностики, так и в области фармакологии День участкового терапевта – неофициальный праздник Терапевты встречают его буднично и только принимая поздравления от коллег Поэтому сегодня у пациентов есть повод поздравить своих участковых терапевтов с их замечательным праздником Дорогие пациенты, будьте здоровы! День нас самоса! Будьте здоровы! Будьте здоровы! Хромитта Ямала шла, гендерин стал бусин Уважаемые пациенты, будьте здоровы! Дорогие друзья, наша программа подошла к концу Спасибо большое, что были с нами Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и на наш Telegram-канал, чтобы оставаться в курсе последних событий А также ищите нас в Instagram, там тоже очень много интересного В студии была Евгения Пермякова И Денис Педулов Удачного рабочего дня! Пока-пока! До новых встреч!